всем привет с вами алекс канала перед up а сегодня говорим о землетрясениях и вулканах начинаем обзор солнца и как обычно включаем наш кинотеатр и смотрим что происходило и видим относительное затишье то есть вот какие-то выделения происходили здесь между 12 и двумя часами вот в районе 9 и 8 часов смотрите такие мощные науки потоки идут но никаких вспышек нет у нас все вроде бы как прекрасно смотрим на диаграмму и видим что в общем то только одна вспышка c15 было это небольшая из зоны 3055 давайте посмотрим что это за зону глянем прогнозы 60 процентов c-класса 15 процентов м и x-класс 1 процент теперь давайте посмотрим это новая зона 3055 вот как раз алексей покровский писал что не случайно 8-часовая зона прикрыта или засветка произошла или что-то ждут оттуда поэтому и прикрыли что без паники реально там есть большущий потенциал чутье подсказывает уже давно что там не сильно хорошо для нас светило однако хочет поднять планку по активности ну да здесь видно что зона такая довольно активная прорастающая то вчера еще ничего не было и она вот выйдет сюда на эту позицию где-то в течение недели и будет смотреть в сторону нашего нашей планеты раздана 81 пишет на 8 10 часов очень интересно два дня и будет понятно да то есть пришли к согласию по этому поводу давайте теперь посмотрим в другом диапазоне чистот что показывает а пока розан 81 пишет опять кинотеатр разное показывает то что я смотрю на одном из фильтров было две засветки на 8 и 10 часов через пару дней наверное будет понятно что там такое если кинотеатр не сломается интрига однако спасибо за ваш комментарий и вот светлана светикова тоже пишет об этом вчера кто-то выкладывал три фотки солнца рядом какой-то объект и обозвали объект не беру а может и прикрыли эту не беру но интересная версия спасибо большое светлана но если не беру планета то я думаю что она небольшого размера должна быть относительно солнца то есть солнце все-таки гораздо крупнее саша роликса пишет может там инлоо закрыли на солнце но это конечно вероятность тоже такого присутствует но малость мало вот что видно сейчас что-то от 8 и 10 часов и две зоны которые особо интересные обратите внимание вот здесь на восьми часах такой вот протобиранец видео причем он раздвоенный смотрите он как рогатка такого вот видите как буква у или буква и в латинском алфавите вот интересные процессы происходят и вот здесь тоже можно увидеть такой вот какой-то более тонкий тонкие структуры наблюдаем на солнце так всего у нас по статистике 6 активных зон количество пятен в них получается 23 не так уж и много и у нас 6 неактивных зон что в общем то я считаю многовато довольно-таки для данного периода давайте посмотрим на дыры что у нас представляет вся дыра дыр нет практически вот здесь вот что-то пытается как-то развиться но не не получается зато вот здесь вот лучше видны протобиранцы смотрите вот он виден да вот этот а тонкий здесь вот у-образный ну и вот здесь вот тоже какие-то пляшут очень много это значит могут и оторваться случаем про отрыв кстати от солнца давайте обсудим вот как раз и написали комментарии по поводу вчерашнего обсуждения роли региуман шутки пишет если учесть что солнце летит по млечному быти оно могло нахватать свое притяжение осколки других звезд потухших что и стали планетами такие масштабные выбросы массы скорее всего прекратят ядерный синтез на солнце и она потухнет слишком большая потеря энергии одномоментно вы знаете что я хочу сказать что вы думаете что юпитер это гигантская планета и вы будете правы если вы сравните юпитер и землю меркурий там венеру марс с луной сравните то это большое различие конечно но если мы возьмем и сравним юпитер с солнцем то вы удивитесь то юпитер даже одну тысячу не составит от солнца ну как вот вы себе представьте допустим если от тела человека возьмут и кусочек кожи размером один на один сантиметр ну и глубину на один сантиметр вылезет вот скажите он накажет это операция большое влияние на состояние человека вот что у него прям резко здоровье ухудшится или как а вот если не будет никаких осложнений а вот просто твой кусочек взяли и вырезали ну вот подумайте об этом матвей кузнецов пишет нам как раз решать потухнет солнце или нет мы живем слишком мало и обладаем слишком небольшой информации о прошлом чтобы делать какие-то выводы о будущем не кидайте с помидорами ну как говорится я бы все-таки делал по максимуму что возможно и не думал о бесконечности вселенной все будет нормально пишет раздан 81 гореть светило долго будет если солнышко не приведет то покалечит вот ну ладно давайте теперь перейдем к дальнейшим новостям что у нас на земле происходит посмотрим все в зеленой зоне все прекрасно все отлично прогноз тоже в зеленой зоне остается вот у нас по вулканам 41 вулкан при норме 40 ситуация вся та же сегодня опять и бека буянил старичок выбросил пепел на высоту 18 километров над уровнем моря но это нормально его поведение такое вот таки тихо и спокойно по землетрясением у нас опять минимум на минималках катим 170 землетрясения магнитуды 2 и выше вот двоечка у нас недалеко от реки неса в атлантике в северном особо ничего не видим но вот смотрите вчера говорил про ледники и тут видите сейсмичность вот это вот 3.0 такого землетрясения для ледника в жаркую погоду как раз и достаточно глубина 2 километра то есть там достаточно чуть-чуть немножко вызвать вибрации понимаете что на высоте горы там вибрации работают хорошо то что на уровне моря там могут быть какие-то сантиметры движухи то на четырех километрах с половиной допустим там это могут уже метр быть но вот рядом со штутгардом здесь 2 и 7 германию борту а двоечка 3.0 греции вот здесь в эгейском море двоечки в турции вот боку ладаны только происходит серия персидском заливе у нас спустилась до троечек смотрите упали магнитуды но все в одном и том же месте здесь три тройки здесь одна тройка продолжается 4 3 у нас в афганистане на глубине 85 километров на северо-восток от кабула у нас 35 на востоке индии 3 7 мьянме и давайте сразу поглядим что здесь в адаманском море но видно что уже пятерок нет уже пятерок нет здесь остаются значит 4 землетрясения 4 5 4 6 тут максимально на глубине 10 километров то есть 4 6 и 3 по 4 и 5 не особо большая активность так смотрим республика алтай 3 9 на глубине 10 километров вот эта проблема да и тв 40 не указана глубина но кузнецка здесь 28 вот матвей кузнецов пишет жаль кузбасс соболезненным семьям погибших знаете вот вы когда говорить описали о том что все зависит от солнца с определенные периоды бывают у солнца и вы знаете вот наблюдая за тем что сейчас происходит вы обратили внимание как вот со второй половины июня началось вот как землетрясение там в афганистане вообще там небольшой магнитуды 5 9 там тысячи погибших вот потом пошло-поехало каждый день мы получаем сообщение что где-то там погибли люди понимаете где-то месяца два назад так такого чистоты не было не было сегодня допустим пишут про омского байкера под который погиб при схода оползня в грузии да там то есть тоже такой сель сошел внезапный на дорогу и прям снесло и вот такая вот ситуация произошла вот какие-то периоды существуют 3 2 на аляске у нас 48 на людских остров 44 километра глубина восток японии 45 58 километров вот 50 у нас и остров реки на глубине 10 километров 48 у марианских островов 35 километров северной филиппины две тройки центральная филиппины у нас 40 на углу не 21 километр и две тройки южные филиппины у нас две тройки а в море соловейся у нас 4 3 на глубине 490 километров здесь это всегда сверхглубокие происходят, и видно на карте, что здесь и ландшафт такой глубокий в море, как котловина какая-то. Талаут, Индонезия, 4.0 на глубине 32 километра, и здесь же две тройки. Смотрите, Суматра молчит, но вот на восток от Явы вот так вот выстроились три тройки, южнее здесь острова Сумба, 4.7 на глубине 10 километров. Наконец-то проснулись в Ануату, 4.9 на глубине 11,5 километров, и здесь вулкан Гая, был такой. 4.2,603 километра у Фиджи, 4.3,587 километров, у Кермандека у нас 4.4,245 километров, и на юге Новой Зеландии в ряд вот так вот три тройки выстроилось. В Антарктиде ничего нет, в Африке тоже, мы видим в Канаде тоже ничего нет, на Гавайях вот у нас здесь только двоечка, ну давайте тогда опустимся вот сюда вот на запад США, посмотрим в Айдахо, здесь продолжается 3.3 на глубине почти 7 километров, двоечки в Калифорнии и в Неваде, вот здесь вот на юге Калифорнии и Сан-Диего 3.4 на глубине 9 километров, здесь вулкан Салтон-Бац. Так, смотрим теперь Мексику, на западе Мексики у Калифорнии здесь 3.3, а на юге здесь вот так вот 3.3 у залива, а в глубине 4.0 на глубине 145 километров, и на границе с Глутамалой 4.1, 105 километров. Две тройки у Глутамала со стороны океана, со стороны у Никарагуа 3.6, 3.1 в Панаме, 3.4 в Гаити, Доминикана, вот у нас получается 3.3 у Доминикана, и Порто-Рико троечка, и две двойки. Так, Южная Америка у Титикаки 3.6, вот здесь на юге Перу. Здесь у нас на севере Чили-Боливии мы видим 4.2 на глубине 139 километров, плюс здесь у нас где-то получается 4.3 и 6.2. Со стороны на границе Чили-Аргентины 3.6, 67 километров, потом 3.8, 3.4, и вот здесь вот еще двоечка. У Сан-Сальвадор, Де-Жужуй, У Кальяба 3.5, потом у Ла-Сирена вот так вот, 3.3 в ряд выстрелились. У Сан-Мигель, Де-Тукуман, здесь 3.4, у Сан-Хуана 3.1, у Мендоса троечка, у Сан-Луи троечка, у Сан-Рафаэль 3.8, ну и со стороны Вальпараиса 3.4. И вот Южная Чили, вот это интересное землетрясение, 5.5 на глубине 7 километров и 3.3 на глубине 19 километров. Здесь вот в этом месте реально может сжахнуть хорошее землетрясение. Давно здесь не было сейсмической активности, так что посмотрим, к чему это приведет. Является ли это мерцающее, если это мерцающее землетрясение, то есть в следующем месяце этого не будет, а потом оно появится опять, то можно сказать, что через несколько лет здесь, возможно, девятка. Так, ну что, давайте подводить итоги. Активность прямо вот лежит, да, не особо высокая. Вот здесь вот в Южной Сибири мы видим в Тывье, четверочка такая интересная, просыпается вот здесь вот юго-запад Японии острова, потихонечку Фиджи начинает шевелиться, ну и, конечно, смотрим, что происходит на юге Чили. Ну а с вами был Алекс, канал Береглаб, же отличное упражнение.